Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ситуация очень сложная, нам с мужем заприснуть, стали жить сначала с его братом в одной квартире, как муж говорил временно, но это так и затянулось. Муж, как оказалось, пыльчивый человек, если что не так, сказала ему, мог матом наорать. Потом несколько дней разговаривали, догадывали о разговорах о разводе. Как потом выяснилось, они выпить вдвоем любят, или с другими родственниками, или по гостям ездить и напиваться. Сейчас я беременна, у меня была угроза, видимо, потери беременности, я переживаю за свое и здоровье ребенка. С мужем после праздников было два скандала, он был пьян, орал на меня матом, хватал за лицо и чуть не разбил мой телефон. Его брат не был в городе, вроде помирились, но недавно опять у них в пьянках. Муж опять наговорил гадости, зачем я вообще приехал к ним туда, сидел бы дома и полночи махал руками во сне. Вроде на следующий день я остыла, не ругались. Единственное, что его раздражает, моя кошка, он хочет, чтобы ее не было. Она будет мешать ему спать, и ребенка-то еще можно потерпеть. Зато его брат закатил мне скандал, я услышал много приятного о себе. Я думал, у меня хватит удара. Пришло. Ушла к маме. Мой муж только сидел, закрыв голову руками. Я не знаю, что мне делать, мне так грустно, что он не понимает, меня не заступает. Для хорошего я ничего не слышал в свой адрес. Я боюсь за ребенка, потому что только за последний месяц это уже раз в пятый, когда мне плохо от нервов. Вроде, когда он хороший, то все хорошо. Ну и я ушла, и все, тишина. До этого я его записал к знакомому врачу, написал, чтобы отменила, и все. Пока план забрать кошку и некоторые вещи. Если не захочет вернуть, то и не надо. Просто я его люблю, несмотря на все это. В первую очередь, что хочется сказать, это то, что вы не задаете вопрос. Ну, то есть, вы, конечно, говорите об этом, что вы не знаете, что вам делать. Конечно. Вы, конечно, говорите об этом. Вот. Но, как мне кажется, мягко говоря, этого мало. То есть, этого мало для того, чтобы понять в частности чего вы хотите. Как мне кажется. То есть, вы написали вот психологам. Да? Что вы хотите от нас? В какой помощи? Потому что то, что вы описываете походит на классическую картину созависимых отношений. Если вам интересно про созависимость, вы можете почитать в интернете сами. Почитать. И увидеть. В частности, что это такое? В частности, какие нужны действия в этой ситуации. Вот. И так далее. Вот. Другой вопрос. Захотите ли вы, например, признавать, что вы созависимый партнер? Что указывает на то, что вы созависимы? Зависимы на это указывает то, что несмотря на то, что вроде как вы говорите о том, что муж у вас вспыльчивый, вы все равно как-то оказались от него беременны. Это первое. Второе. Вы говорите, что когда он хороший, то все хорошо. То есть, как бы, вот вы не принимаете своего мужа целиком, а значит, не берете ответственность за свой выбор и за свои, как бы, решения, например, с ним быть, допустим. и то, что вы говорите, вот, что я остыла, не ругалась. То есть, вы как бы с ним ругаетесь и как бы, вот, ждете, условно говоря, что человек перестанет вести себя так, как он себя сейчас ведет. Это классическая картина созависимости. Вы говорите, что, вот, вы пишете, что если не захочет вернуть, то и не надо. То есть, это такая позиция, это на самом деле детская, что значит, не захочет вернуть и не надо. Но вы же не вещь какая-то, да, чтобы вас возвращали. Вы же все-таки, как мне видится, человек. Вы все-таки, как мне видится, личность. И и в этом смысле, на мой взгляд, весьма нехорошо, что вы оперируете такими, вот, такими категориями, как меня вернуть или меня не вернуть. То есть, на мой взгляд, это позиция, которая вас обесценивает. Вот. Не знаю, конечно, согласитесь вы со мной в этом плане или нет, но это так. И это, в общем, является косвенным, именно косвенным показателем того, что вы себя обесцениваете. Это является косвенным показателем того, что вы к себе относитесь как-то вот, мягко говоря, не очень хорошо. То есть, это говорит об этом, что себя вы несколько не цените, не цените, так скажем, к сожалению. Вот. А это означает в свою очередь, что скорее всего вы боитесь остаться обоих. И скорее всего ваш супруг интуитивно чувствует, что вы боитесь остаться одно, что тяготеете вы немножко к тому, чтобы от него зависеть, что пытаетесь вы на него опереться, то есть, вот, он это чувствует. И надо сказать, что дело-то здесь совершенно не в том, что он плохой, а дело в том, что вы почему-то дали ему эту власть над собой и над своей жизнью. Вот. Каким-то таким образом вы это сделали? И у меня как бы к вам вопрос вопрос. Каким образом вы стали зависеть, условно говоря, от вашего мужа настолько? Когда это произошло? Когда это случилось и как? Что-то в вас, ну, вот, в том, как вы, видимо, к себе относитесь, да, к этому вас подталкивало. И вот это, на мой взгляд, нужно как раз-таки прояснить. В какой-то степени то, что вы ушли к маме тоже говорит о том, что вы не то, чтобы вот себя не обеспечиваете, да, не то, что вы к себе относитесь, вот, как-то не очень хорошо, а скорее то, что вы вот не полагаетесь на себя, ну, вот, в этом, в этом смысле. Вот. И, в общем, это тоже может быть проблема. это тоже может быть вот как раз-таки благодатной почвой для того, чтобы вы думали, что сами не не справитесь. Вот. Вот как-то так. То есть, это, ну, ну, в целом, это вот классическая картина зависимости, где один человек боится, вот, по большому счету остаться один, вот, ему страшно, что он останется один. И человек как-то вот пытается, ну, довольно серьезно, да, опереться на другого. Вот. Ну, а это вот приводит к тому, что другой человек начинает сопротивляться с одной стороны и с другой стороны, чувствуя, вот, свою власть, вот, он ведет себя, ну, негативно. опять же, вот, вы говорите о том, что оказалось, что мужчина ваш вспыльчивый, то есть, вы не знали об этом, не знали о том, что он, вот, такой, вот, ну, вспыльчивый. А как так вот точно-в-то же получилось, что вы не знали об этом, ну, что вы не знали об этом? То есть, получается, что вы не знали человека, за которого вы ходили замуж, вот, что говорит об излишней, скорее всего, идеализации его. А идеализация возникает не на ровном, не на ровном местом. А когда мы в человека вкладываем, вот, свои, так скажем, желания. Вот. Понимаете, да? То есть, тут, конечно, повторюсь, работать нужно именно с вами. Вот. Ну, в этом смысле. В этом смысле. Вот. Дальше вы говорите о том, что вы услышали много неприятного о себе, что ругать, ругать, и так далее. То есть, тут вы демонстрируете невнимательность к своим чувствам. Вот. Что со мной происходит, чего я хочу, чем я нуждаюсь. Вот. то есть, вот эти вещи вы, судя по тому, что, вы пишете, эти вещи вы не замечаете. Это очень важно. Вот вы говорите, что мне грустно от того, что он не понимает меня и не заступается. Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря, вас не понимают. Мне показалось или говоря о том, что вас не понимают, вы подразумеваете то, чтобы человек поступал так, как вы хотите. Это не одно и то же. Говоря о том, что он до вас не заступается, как мне кажется, здесь ваши ожидания. То есть, один из элементов, который делает человека зависимым, это именно ожидание того, что другой будет вести себя так, как я хочу. и когда этого не происходит, то я пытаюсь найти причины для того, чтобы объяснить себе, почему этого нет. вы говорите, любите его, несмотря на то, что происходит. У меня к вам вопрос такой, ну, будет такой вопрос к вам. А как ваша любовь проявляется? ну, то есть, что вы подразумеваете под любовью, что вы подразумеваете под тем, что как говорите, любите его. Потому что несколькими предложениями ранее вы, на мой взгляд, сказали кое-что противоположно, а именно что когда он хороший, то все хорошо. Это не про любовь. Когда вы говорите, что мне грустно от того, что он не заступается за меня и не понимает меня, это тоже не про любовь. Извините, но это не про любовь. Доброту больше, что вы ждете от человека. В этом я вам охотно верю, что вы от него чего-то ждете. но к любви это отношение имеет довольно посредственно. Если не сказать, что не имеет вообще. Понимаете, да? Какая ващбук. Поэтому так важно быть честной самой собой и отдавать самой себе в первую очередь отчет в том, что происходит между вами, с вами и так далее. и уже вот после того, как это будет ясно все, вот уже тогда можно будет говорить о том, что вам делать. сейчас понятное дело, что как вам действовать вы не знаете. Это совершенно нормально, что вы не знаете, как вам действовать. откуда вам ну знать, как действовать. Если вы ну в этом если вы в этом смысле, да, не слышите себя. Понимаете, да? какой момент здесь довольно важный. А к себе вы не прислушиваетесь, к сожалению. И вот собственно говоря, задача наша как специалистов помочь вам научиться прислушиваться к себе и не ссориться, но при этом при этом выражать свою позицию и свои чувства в конфликтах. так, чтобы вы могли видеть отношения к вам человек. И как-то на это откликаться, потому что сейчас вот на данный момент несмотря на то, как человек к вам относится, несмотря на то, как он себя ведет по отношению к вам, ну к вам, вы все равно говорите о том, что мол я его люблю, вот, но вы-то его любите, но на мой взгляд вам нужно заботиться о себе, вот, а то, как вы о себе заботитесь, к сожалению, создает впечатление того, что вы все надеетесь, что мужчина образумится, вот, а зачем ему образумится, если все это окрасит, вот, в зависимых отношениях ситуация такова, что здесь болезненная нуждаемость в партнере, поэтому ваш муж, скорее всего, сделает попытки вас вернуть, и вы захотите, потому что он вероятнее всего будет обещать, что все будет хорошо, дело не в том, что он врет, а в том, и даже не в алкоголе, а дело немножечко в другом, дело в том, вам нужна психологическая помощь, вот, лично вам она нужна, того, чтобы поработать самостоятельно страхами, личными границами, уверенностью в себе и так далее. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь. Обращайтесь.